Мультикультурная и мультиязычная среда Мультикультурная и мультика 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 Соответственно, вот то, что здесь сейчас вы видите Расширение географии значительное Причем в некоторых направлениях мы почти не делали усилий Например, мы никогда не занимались рекрутингом студентов из стран Африки И из стран арабского мира Они фактически прибывают к нам сами Мы скорее даже ставим фильтры на пути этих студентов Но не отказываемся, разумеется, от этих потоков Фильтры не в том смысле, чтобы их не брать А в том, чтобы гарантировать их легитимность, платежеспособность и так далее То, что мы планируем делать дальше Фактически мы сейчас считаем, что расширять страновые направления мы специально не будем Они у нас более или менее стабилизируются И для того, чтобы определить, чего мы, собственно, хотим Мы вот так прикинули, примерно, какова наша география Вот здесь есть некоторые примеры Есть страны, которые не нуждаются в никаких обоснованиях Потому что это огромные образовательные рынки Это понятно Это Индия и Китай, прежде всего Больше Китай, чем Индия Потому что Индия в основном едет на медицину Можно получить какое-то количество аспирантов оттуда С магистрантами уже сложнее Но у нас сейчас неплохое сотрудничество с сетью индийских институтов технологий Которые, возможно, через какое-то количество времени дадут нам Ну, я не думаю, что очень большие потоки Но неплохие потоки магистерские Но это будут, скорее, такие вот очень-очень ориентированные Например, в области компьютерных наук Потому что уровень университетского образования Вот в этом секторе Индии Он не уступает тому, что есть у нас, например В Китайском политехническом университете Ведущем в УЗИ этой области И здесь, скорее, речь идет Об обмене интеллектуальными ресурсами равного качества То есть, скажем, в программировании такая потребность есть Она ощущается остро Хотя школы обе, ну, примерно, равновелики Вьетнам и Донезия интересуют прежде всего тем Что это очень бурно развивающиеся образовательные рынки То есть, это страны с приличным уровнем среднего школьного образования Которые считают образование приоритетом Вкладывают очень существенные средства туда И достаточно лояльны по отношению к России Но лояльность в случае Вьетнама очень сильно падает в последнее время Сейчас русский язык там пятый по популярности И вьетнамские студенты, по крайней мере, с севера, которые традиционно едут к нам Это студенты, которые почти никогда не едут на контрактной основе Они всегда едут, потому что уровень подготовки очень хороший Им охотно предоставляют стипендии другие государства Например, Южная Корея, Япония, Соединенные Штаты И они едут туда Какое-то количество контрактников можно набрать и в Южном Вьетнаме Но пока мы там не начинали работать Попробуем, посмотрим, что получится Индонезия Ну, 300 миллионов человек Страна чрезвычайно тоже динамично развивается И хорошее отношение к России, к русскому языку Здесь мы, в общем, пробуем У нас первые шаги, скажем, но пока они такие вот воодушевляющие Посмотрим, что получится Лаос Тут специфически очень ниша Лаос – маленькая страна 6,5 миллионов населения Которая развита две отрасли Это сельское хозяйство и добывающая промышленность Но там чрезвычайно хорошее рассотрудничество российское Очень такое эффективное, на мой взгляд И если говорить о столице То можно получить какое-то количество Не очень большое, потому что страна небольшая Студентов с весьма высокими академическими показателями Это по существу миссия, которая для нашего университета Всегда была характерная Мы хотели бы ее, конечно, развивать Это миссия подготовки национальной элиты То есть мы готовили элиты Академические, управленческие, правовые, медицинские Для стран бывшего СНГ Это до сих пор, в общем-то, видно И, конечно, хотелось бы эту миссию сохранить И вот так вот распространить вовне Вот там это можно сделать пока Ну и Нигерия Здесь можно через запятую написать Другие страны Экваториальные, субэкваториальные Африки Тут не совсем корректная, конечно, фраза Лидер по росту темпов экспорта абитуриента Который в этом смысле не выступает Китаю А даже его превосходит Ну и, в принципе, те причины, по которым Нигерия интересна Их назвал Максим Борисович Очень высокая доля населения в возрасте абитуриентов 18-24 года и растущий средний класс То есть нигерийцы, например, едут на контрактной основе Вот здесь указаны некоторые специфические проблемы В случае Африки здесь нужно просто ставить фильтры Например, предоплату Проводить собеседование Тщательно отслеживать перемещение студентов Как в момент приезда, так и в момент выезда Ну и вот, разумеется, проблема фальсификации документов Она также общая Не только для Пакистана, конечно, свойственна Просто он один из трех основных лидеров Вместе с Китаем и Индией Но Африка не очень сильно отстает Здесь просто технические процедуры должны быть Вот написаны какие Почему эти страны, на наш взгляд, динамичны? Потому что большие рынки Очень большая потребность в образовании Вот сейчас я тут вам некоторые графики покажу Что есть во Вьетнаме? Старт, нельзя сказать, что очень высокий Но вполне достойный Еще что можно добавить Потому что тут написано В Вьетнаме, к сожалению Ну, может быть, это просто закономерность Понятная совершенно Меняется академическое руководство То есть те люди, которые учились в России И заканчивали российские университеты Сейчас как раз уходят В некоторых сферах, например, естественные науки Они уже почти ушли В сферах, связанных с военно-техническими науками Или гуманитарными Какое-то количество еще остается То есть мы вот сейчас находимся в момент На моменте слома поколений Новые руководители системы образования Этой страны Не учились в России в основном Они не всегда говорят уверенно по-русски И они не испытывают того пиетета К российскому образованию, к России Который когда-то для Вьетнама был характерен То есть это ситуация, когда мы должны конкурировать Ну, как говорится, на общих основаниях Надо просто к этому быть готовыми Например, вьетнамцев привлекает возможность учиться в России на английском Южных вьетнамцев больше, чем северных вьетнамцев То есть вот это вот нужно учитывать Некие новые такие реалии Вот Смотрите, какая у них кривая роста уровня среднего образования То есть это вот рынок, который очень-очень быстро меняется В выгодную для нас сторону То есть количество людей, которые хотят и захотят дальше обучаться Системе высшего образования очень большое Следующее направление С Пакистаном мы специально не работали Но так получилось, что благодаря участию в нескольких образовательных выставках У нас появились партнерские университеты И мы намерены заниматься таким осторожным рекрутингом студентов из этой страны Именно таким образом То есть речь пойдет, скорее всего, о включенном обучении Совместных образовательных программах Возможно, о программах по схеме 2 плюс 2, 3 плюс 1 О наборе магистров и о аспиранских программах Ну, направление, по которому мы, скорее всего, будем работать с Пакистаном здесь И гарантия того, что студенты к нам поступят качественные и легитимные Это репутация вузов-партнеров из этой страны С Пакистаном работать нужно Страна динамичная, мощная Поэтому, безусловно, мы, конечно, это будем делать Но вот таким способом Тоже, видите, несмотря на то, что, конечно, я весьма довольно большая с Вьетнамом Кривые достаточно убедительны Следующее направление Это вот те университеты в Индонезии, с которыми мы работаем Есть тоже страновая специфика Крайне трудно работать с университетом Индонезии Он почти не идет на контакт с зарубежными университетами Потому что они занимают особое место в стране Они хотят сохранить такую объективность, беспристрастность И напрямую, ну, практически контакты с ними Либо невозможны, либо крайне затруднены Там есть очень интересные резервы Например, в университете Паджаджаран Очень мощный факультет русского языка Около 300 обучающихся готовых обучаться на русском языке Причем этот университет практически не имеет носителя языка Все преподавание ведется самими индонезийцами При этом на хорошем уровне, но отучившимися в России Здесь мы тоже заключаем договоры И помимо рекрутеров, которые в Индонезии работают достаточно неплохо Тоже взаимодействуем и с университетами, и с региональными правительствами Потому что в Индонезии есть система государственных стипендий Как для обучения внутри страны, так и для обучения за рубежом И эти стипендии распределяются, в частности, на провинциальном, на региональном уровне Ну, для нас сейчас задача заключается в том, чтобы обеспечить к ним доступ И привлечь этих студентов таким образом Опять-таки кривые, показывающие, как меняется образовательная ситуация в этой стране В этом году мы были, там две проходят международных образовательных выставки В ноябре и в январе В январе, кроме нас, мы были единственные российские вузы, которые присутствовали Там были еще малазийские вузы и больше никого Январская выставка в этом смысле более интернациональна Но насколько верно приезжать туда, где есть большая австралийская восьмерка Британские вузы, американские вузы Вот это большой вопрос Наши рекрутеры посоветовали нам туда не приезжать А приехать на более такую вот благоприятную почву По масштабам эта выставка вторая не уступала первой, январская Потому что общее количество участвовавших за два дня Мне составило больше 20 тысяч человек Вот, только в Джакарте, она была еще в других городах Поэтому мы считаем, что достаточно это интересно Хотя все выставки, конечно, скорее направлены на... Ну, не направлены, а выход от них не рекрутинг студентов напрямую Скорее контакты с партнерскими какими-то организациями Либо это рекрутеры, либо это другие университеты Но результаты могут быть В том числе и в виде иностранных студентов Которые приезжают, скажем, сначала на школы А потом уже приезжают на программу включенного обучения Или на магистерские программы Вот, чем мы привлекаем наш университет? Значит, да, вот в прошлом году, благодаря и позапрошлом Достаточно неплохому финансированию в рамках программы 5.100 Нам удалось создать стипендии Наш собственный фонд Потом право преимущественного набора Которого у нас теперь нет, как мы понимаем Вот И квоты Министерства образования и науки Это на самом деле квоты, как теперь тоже выясняется Виды, к которым Министерство образования и науки не имеет отношения Но тем не менее мы написали памятку Как можно получить доступ к этим квотам И когда возникают вопросы В том числе за изменение механизмов и практик Мы работаем с теми людьми, которые хотят туда поступить У нас они, разумеется, все есть С ними ведется переписка отделом рекрутинга И мы вот их так пошагово направляем Что конкретно им нужно сделать То есть мы готовы и делаем зачастую Такие очень-очень технические для них услуги Помогаем заполнять, консультируем Это все происходит Ну и кроме того, конечно, очень важны контакты с РЦНК на местах И позиция самих РЦНК В некоторых странах, таких, например, как Лаос Она чрезвычайно благоприятная В некоторых странах она менее заинтересованная Бывает и то, и другое Но вот надо иметь в виду Дальше Общежития смешанного типа, которые здесь у нас на снимке есть Мы сознательно считаем, что не следует создавать общежития только для иностранных студентов Хотя все иностранные студенты живут у нас здесь Это правда Но их там примерно получается Ну, кроме студентов из СНГ Часть студентов из СНГ живет в других общежитиях И снимает жилье Все дальнее зарубежье живет здесь Мы считаем, что это правильно, поскольку они приезжают, многие, для того, чтобы познакомиться с языком Потому что многие России воспринимают как место, где они дальше будут работать Ну или с которым они будут работать И язык воспринимается ими иногда И в основном как бонус, цель того, чтобы они приехали И поэтому им нужно создавать языковую среду Не только на занятиях, но и в бытовом повседневном общении Для того, чтобы облегчить их адаптацию и решение технических вопросов Мы два года назад создали службу адаптации и сопровождения иностранных студентов Которая оказывает практически всю линейку услуг От встречи в аэропорту Если это аэропорт Новосибирск, это мы их встречаем там И везем в Томск на своем автобусе До поселения, регистрации, посещения поликлиники Таких вот бытовых экскурсий по городу Где такие магазины расположены Куда можно ходить, куда не стоит ходить Все это происходит Кроме того, есть программа «Пэллотс» Это такие товарищи, сопровождающие числа студентов Которые, в общем, в основном за возможность общаться на языке Работают с иностранными студентами в таком вот неформальном режиме Ну и, разумеется, типичные такие мероприятия адаптивного характера Такие, как фестивали разного рода Они тоже, конечно, проводятся Языковые презентации и так далее Ну, собственно, вот методы рекрутинга, которые мы используем здесь Систематически изложены Работа с зарубежными странами и университетами На основе экспертных оценок и стратегических задач ТГУ Ну, экспертные оценки могут исходить, например, от представителей дипломатических кругов Которые знают этот регион От другого рода экспертов, которые занимались стратегическими исследованиями Они периодически приезжают в университет Разумеется, мы с ними встречаемся Говорим о своих планах И спрашиваем их мнение, куда нам стоит двигаться Потому что примерно регион для нас понятен Но мы считаем, что там у нас есть шансы И вот по этому региону получаем такую информацию Партнерские университеты Здесь перечисление приведено потому Что мы понимаем, что задача программы 5.100 В рамках которой рекрутинг развивается Это задача, конечно, повышения Узнаваемости, повышения позиций в мировых рейтингах И как многие университеты, которые такую задачу решают Мы должны, должны быть селективными Несмотря на то, что, может быть, и не всегда это правильно делать То есть мы должны выбирать, с кем дружить Вот здесь приведен список университетов С которыми мы подписали МЮЮ за последние два года То есть университеты, которые находятся ниже нас по рейтингу Мы, скажем так, откладываем, предлагаем сделать что-нибудь практическое И только после этого мы возвращаемся к вопросу о том, что это подписывать МЮЮ МЮЮ – это основа для того, чтобы делать в частности совместные программы Для того, чтобы приглашать студентов на школы То есть польза определенная есть в них В некоторых случаях МЮЮ важен для партнерского университета И сам факт его подписания означает признание Ну вот так, например, с университетом Судьяцен У нас описание МЮЮ с ними было отложено Но мы его подпишем, по-видимому, либо в мае, либо в июне этого года Вот основные стратегии То есть пул у нас специально расширяться не будет Если страны придут сами к нам, мы будем с ними работать Но в основном мы определились Бразилия, Восточная Европа и Африка Восточная Европа, она всегда у нас была Я уже говорил, это предметно-ориентированные студенты Например, из Польши, Чехии Которых интересуют русский язык И технические области То есть мы считаем, что вот эти потоки у нас будут идти Бразилия, она скорее связана с реализацией сетевого университета БРИКС И поэтому определенного рода усилия мы в этом направлении делать будем Возможно, мы используем мук Нижегородского университета В привлечении студентов из Латинской Америки Но должны посмотреть, насколько он окажется затратным Потому что если можно работать через рекрутеров, насколько это будет эффективно На мой взгляд, Бразилия может быть не самый здесь перспективный партнер Но если будет реализовываться программа обучения без границ, безусловно Но если она не будет реализовываться То есть регионы, может быть, более позитивно относящиеся к российскому образованию Такие страны, как Венесуэла, Эквадор, Колумбия, Перу Отчасти Боливия и некоторые страны Мезоамерики Традиционно ориентировавшиеся на кубинское образование Можно частично у них, по-видимому, эти потоки перехватить и перенаправить Почему здесь написано «постоянная работа со странами дальнего зарубежья» Дело в том, что вам многим, наверное, известно, что есть такая идея Ну, в значительной степени переориентироваться на страны СНГ Как источник зарубежных студентов Мы считаем, что она в каком-то смысле сбивает нас с толку Потому что в основе этой идеи сохранившееся убеждение Что страны СНГ по-прежнему рассматривают Россию Как основную страну для отравки абитуриентов Ну, и Максим Борисович об этом сегодня говорил Я думаю, что многие из вас уже на собственном опыте убедились, что это совершенно не так Эти страны уже вышли на мировой образовательный рынок И для того, чтобы сохранить потоки оттуда Мы должны с ними, опять-таки, конкурировать на общих основаниях А для этого очень хороший критерий Очень хороший способ ориентироваться действительно на международные стандарты И для этого нужны студенты из дальнего зарубежья Кроме того, зачастую дальние зарубежья дают возможность получить качественных студентов Если поставлена хорошая система школьного образования Например, во Вьетнаме или в Индонезии Вот, такие у нас проблемные моменты сейчас есть Мы вынуждены, разумеется, снижать долю стипендий и грантов наших В том числе потому, что такова судьба программы «Пять 100» И такова наша судьба в этой программе И постепенно увеличивать долю тех студентов Которые учатся за какие-то другие деньги Либо за счет стипендий национальных правительств Каковы тоже есть И тогда нужно работать с ними Либо за собственные деньги Что тоже требует особых усилий Ну давайте теперь, если есть вопросы по части рекрутинга, я отвечу на них Я должен сказать, что участие в проекте с Казанским федеральным университетом Для нас было чрезвычайно показательно Потому что Казанский университет – это классик Он работает с иностранными студентами гораздо дольше, чем мы Опыт, соответственно, гораздо более обширный Но и условия достаточно сильно отличаются Поэтому мы не могли адаптировать, разумеется, все рекомендации Но часть мы, естественно, взяли и будем использовать Например, те, которые связаны и с рекрутингом Например, работа с индивидуальными рекрутерами Из числа выпускников, студентов и молодых сотрудников Являющихся иностранными гражданами Это очень хороший опыт Ряд нормативных документов мы использовали Например, должностные инструкции сотрудников УМС И чрезвычайно за это, конечно, благодарны нашим коллегам Вопросы? О, да, пожалуйста Это наши Но это не вопросы Звало таким вопрос, чтобы говорить очень конкретно Первый вопрос Какие вызовы для привлечения иностранных студентов В нашем университете ведет в настоящее время? То есть что нам мешает, да? Да, вызовы Ну, их настолько много, что, наверное, правильно было бы их проранжировать Но один из главных вызовов это то, что Российские университеты, за крайне редкими исключениями, практически не видны иностранным студентам Видны в лучшем случае города, два в основном Но не университеты Второй момент Наверное, все-таки отсутствие такой распространенной возможности обучения на английском языке Причем здесь проблема глубокая Это отсутствие носителей языка Кого-то русскоязычные преподаватели, преподающие на английском языке, могут удовлетворить Но это уровень, наверное, все-таки недостаточный И как-то эта проблема должна решаться Хотя она может решаться, потому что, скажем, Нидерланды ее решили Там есть, разумеется, носители Но в целом все практически высшее образование в этой стране осуществляется на английском языке Я не знаю, насколько вот можно говорить то же самое о Германии По крайней мере, мой опыт общения с академическими немцами Говорят, что уровень владения английским там не всегда достаточный Но Нидерланды это сделают Нам для того, чтобы решить задачи на таком же уровне Наверное, следует прилагать гораздо большую силу Третья проблема, еще более глубокая и серьезная Если не говорить о массовом образовании То есть о уровне бакалавриата А о уровне магистратуры и аспирантуры То все-таки какая-то часть студентов Причем достаточно солидная Именно те студенты, которые нам нужны Они едут за конкретными школами, направлениями или персонами А наличие таких школ и персон связано с уровнем исследовательской деятельности То есть когда растет этот уровень И когда появляются страны в мировых рейтингах Университеты в мировых предметных рейтингах Автоматически растет количество тех людей, которые туда едут Но вот несколько раз за последнее время Мне приходилось анализировать Именно предметные рейтинги, а не общие В USF Times Я просто был поражен тому Насколько бешеными темпами двигаются вверх Университеты, скажем, Бразилии, Индии И некоторых других стран Которые там раньше совершенно не присутствовали Например, такие университеты, как Кампинос или Мина-Жирайс Особенно Кампинос Они могут быть одновременно в 4-5 предметных рейтингах В первые 50-ки Это бразильские университеты Соответственно, если магистрант выбирает страну, в которую он Будущий магистрант выбирает страну, в которой он хотел бы учиться Он туда заходит, он, естественно, видит эти университеты Вот такая, наверное Такие три основных препятствия вызову Скажите, в каком стратегии у развития вы видите Когда в каком-то будущем прекратится пройти 5-100? Ну, вообще задача сейчас такая Заработать как можно лучшую репутацию Создать определенный пул лояльных нам, выпускников Для того, чтобы эти потоки какое-то время шли по инерции Кроме того, мы создаем возможности, которые не потребуют таких затратных средств Или способов, как поездки на выставки или работы с рекрутерами Ну, например, мы очень сильно усовершенствовали свой сайт И дистантные формы набора Они работать будут, они не такие затратные Например, вот это И последний вопрос очень конкретный Вы сказали, что Вы используете систему предоплаты То есть для тех категорий, которые они платежеспособны Например, страны банка Нет, не то, чтобы они платежеспособны Если они не платежеспособны Они не предоплаты Они не смогут внести Да, и надежды Какой конкретный механизм? То есть как это делать? Как договор заключается? Как они деньги вычисляют? А, лучше, вот поскольку вы наш человек У нас есть такая Юлия Александровна Ехимова Которая эту проблему нам решила Решила, да Именно по нашей просьбе По отношению к фодфаку Решила И последний вопрос Вот я поставлю Это тоже и последний Да, коллеги из Нижегородского университета Вот для АТБУ Где более эффективный механизм студентов На коммерческой основе? Привлечения? Вот здесь я, наверное, не смогу вам дать сейчас ответ Дело в том, что у меня нет ощущения Что какой-то из механизмов очень сильно выделяется Мы пока пробуем У меня есть определенные надежды на рекрутеров Но С другой стороны, если говорить об СНГ Откуда, в общем-то, большая часть контрактных студентов Это работа наших выездных комиссий Вот если говорить о ближнем зарубежье, то так Если говорить о дальнем зарубежье, наверное, все-таки рекрутеры Но с другой стороны, если брать фодфак То там вообще никакого рекрутинга нет Там есть просто информация, размещенная о сайте А студенты, которые там обучаются Практически все контракты Мы специально их не рекрутировали Скорее просто, ну, в сайте совершенствовали все И систему электронного дистантного набора заявлений Так, спасибо А, Максим Борисович, у вас вопрос? Да, у меня тоже такая серия есть на жизнь после смерти Значит, вот в связи с последними изменениями в худе проекта 5100 Значит, я имею в виду разделение там на несколько групп На сокращение финансирования во второй группе Значит, соответственно, изменение индикаторов успеха в программе Значит, имеется в виду переход от рейтингов общих на рейтинге предметные Меняется ли стратегия вашего университета в плане работы с иностранными студентами? Потому что в рейтинговых, в предметных рейтингах иностранные студенты не учили Ну, например Да, и еще одно изменение важно Вхождение в состав проекта 5100 университетов типа УДНа или там Сеченовского университета Догнать которых по количеству иностранных студентов не представляется возможно А следовательно, на вхождение в первую группу за счет количества иностранных студентов Мы тоже не можем, ну, ряд университетов Не следует ли, возникает вопрос, перебросить средства стратегические программы ППК Значит, программы развития конкурентоспособности На не привлечение иностранных студентов, а на какие-то другие вещи Которые позволят таким университетам второй группы в следующем году стать университетами первыми Ну, Максим Борисович, есть такой соблазн, безусловно Давайте я пока не забыл первый вопрос Это, ну, ну Ну, вот такой момент Значит, к счастью, наше руководство понимает Что ориентация на несколько приоритетных, потенциально прорывных предметных областей Не исключает того, что мы должны видеть иностранных студентов по этим областям обучающимся Поэтому коррективы, скорее, в наборе иностранных студентов здесь почти неизбежны Схема примерно следующая Каждая приоритетная область, их у нас было определено 4 Имеет свою программу Некоторые имеют бакалаврскую, большинство магистрские И мы главным образом концентрируемся на том, чтобы набирать студентов туда Вот на эти программы иностранных И определенная связь, хотя косвенная, скорее, обратная С тем, что мы будем вкладывать все-таки прежде всего в развитие этих областей Потому что они могут у нас вывести в предметные рейтинги высокие Здесь, то есть для того, чтобы уровень цаи был высоким, там должны учиться иностранные студенты тоже Потому что присутствует, это вот ответ на второй вопрос Присутствует понимание, что наличие иностранных студентов в ВУЗе благотворно сказывается на развитии ВУЗа Это мультиязычная среда, ну прежде всего англоязычная, потому что до китайского языка как массового мы все-таки, наверное, не очень скоро дойдем Вот, это достаточно высокие стандарты дисциплины учебной и преподавательской Это иные методические, педагогические приемы Например, внедряется у нас ПБЛ Сейчас мы специальный центр будем создавать с помощью Мастритского университета Вот, и, ну это, скажем так, вызов, который заставляет университет быть в тонусе, в форме Если мы от него откажемся, то, ну это окажет скорее вот такое деморализующее воздействие То есть мы потеряем то, что мы успели создать Ну или может быть не сразу, но вот такая эрозия произойдет При этом, скажем так, экономия, выгода, которую мы получим, она будет не слишком большой Потому что расходы на рекрутинг иностранных студентов, они все-таки не слишком сопоставимы с теми инвестициями, которые необходимы для развития научных предметных областей То есть в науку надо вкладывать гораздо больше, чем мы можем сэкономить на рекрутинге иностранных студентов и создании условий для них И кроме того, поскольку часть этих предметных областей естественно-научная Аргумент, что можно найти качественных зарубежных студентов, которые в некоторых случаях превосходят по академическим результатам российских Бывает такое, он тоже работает Как ответ получен? Да Спасибо Вы знаете, у меня тут будет один небольшой вопрос, поскольку вот вы в последней части выступления много говорили И о том, что рекрутинговые компании дают определенный процент студентам и все такое Вот возникла проблема, которая упирается в то, что рекрутинговые компании вы должны платить Да? Определенный процент, в каждом случае это соглашение описывается, там процент может расти в зависимости от количества поступающих студентов И практически, если активно работающая рекрутинговая компания, она может в конце своего набора, начало вашего учебного года Выставить, значит, к оплате, ну там, условно говоря, это зависит от цены образовательной услуги 300, 400, 500, миллион, полтора миллиона рублей, два миллиона рублей Значит, вот в этом случае, учитывая то, что у нас любая сделка свыше, там, ну, условно, я не знаю, там, 100 тысяч рублей, если это казначейство здесь хорошо сидит Требует объявление тендера, там, до 500, 600, 700, не знаю, до миллиона, а свыше миллиона это уже конкурс Это заявки, это прохождение конкурса, выбор поставщика этой услуги Вот, и как в этом случае вы поступаете? Потому что, если мы в прошлом году худо-бедно как-то вокруг этого лавировали То в этом году у нас наша финансовая служба очень жестко поставила конкурс проводить и все Вот, а проведение конкурса среди рекрутеров, которые имеют исключительно иностранное происхождение Возникают вопросы, они скажут, вы нам с вашими условиями, там же кучу бумаг нужно представить, различных обоснований Зачем нам это? Нам будет это не надо Вот, и как вы решаете эти вопросы? Ну, у нас пока массового такого потока студентов от зарубежных рекрутеров не было Но я думаю, что тут, наверное, Александр Борисович ответит лучше меня Потому что они работают с иностранными рекрутерами давно достаточно И потоки у них больше Но, насколько я понимаю, большая часть тех, кто предлагает свои услуги для Российской Федерации В общем, достаточно хорошо понимают, с кем они имеют дело И я не исключаю ситуации, когда, подобно российским соискателям, они смогут организовать такие конкурсы Редактор субтитров А.Семкин